Продолжение следует... С точки зрения промышленности говорим с министром промышленности, энергетики и транспорта края Дмитрием Саматовым. Дмитрий Рафаилович, в принципе, для нас вы человек новый-старый, потому что знали вас как замминистра этой же отрасли. Как вообще новая метла? Вот несколько недель, которые вы в кресле министра, метете по-новому, внедряете что-то или пока осматриваетесь и пытаетесь разобраться, что делать дальше? Добрый день, Ольга. Новая метла, хорошо сказано. Естественно, сев в кресло министра, я буду пересматривать те моменты, основные, по которым мы работали и по которым мы будем работать сейчас. У нас стоят задачи, которые поставил перед нами губернатор Ставропольского края Валерий Аминьевич. И в связи с этими задачами и стратегией развития промышленного комплекса мы определяем основные направления своей работы. Что будете менять и где нужно ускоряться? Будем менять везде и будем везде ускоряться. То есть необходимо идти параллельно. Прошедший кризис, в принципе, нас научил очень многому, когда предприятия, особенно регионального значения, в момент кризиса начали терять людей, объемы производства. То есть товар был никому не нужен, сокращали персонал. Что делать с тысячами людей в работающих заводах мы не знали просто. В ручном режиме вмешивались фактически? Да, вмешивались в ручном режиме. Была создана комиссия, мы приняли довольно-таки много положительных мер для того, чтобы просто спасти предприятие. Вот представьте ситуацию, когда приходит руководитель предприятия и говорит, что у меня мой собственник убежал, бросил предприятие и необходимо что-то делать. А были такие примеры? Ну, пример Арзил. Зовут собственник, который просто-напросто бросил предприятие, взял под него кредит. И в момент кризиса оставил его, не выплачивая ни зарплату, не выплачивая проценты по кредитам. В результате... Но вот смотрите, 2009 год. Это, казалось бы, кризис уже чуть-чуть позади. А мы вернули прежние позиции или все-таки нет? Или все-таки мы ощущаем, что и новая волна у нас, как говорят, движется? Вы знаете, позиции мы вернули во время самого кризиса финансово-экономического. Мы не провалились так, как остальные регионы. Индекс промышленного производства, по которому можно определить среднюю температуру, упали мы или поднялись, он в момент кризиса был 102,1%. То есть мы не замедлились, мы не провалились. То есть самое страшное пережили нормально? Мы пережили его нормально, мы пережили достойно, мы поддержали свои предприятия. Но вот смотрите, все-таки, наверное, прогнозы дело неблагодарное, но все-таки очень хочется понимать, как я буду жить в следующем году, через год. И, в принципе, по тому, как развивается сегодня экономика, есть ли куда продать то, что мы производим. А насколько мы конкурентоспособны или пришли в совсем другие регионы со своим продуктом. То есть можно, в принципе, сделать некий вывод, как жить будет весь Ставропольский край в следующем году. Вот все-таки каковы ваши прогнозы, при том, что все-таки это субъективное понятие? Прогнозы неплохие. В принципе, за последний год промышленности, промышленные предприятия набирают оборот, есть рынки сбыта. Ну, допустим, если брать по сегментам, у нас есть предприятие, которое выполняет заказ оборонно-промышленного комплекса. Предприятие загружено заказом по 100%. И есть возможность еще более загрузить. Руководители предприятия принимают людей на работу. Даже вот взять простой пример автоприцеп КАМАЗ. После кризиса было уволено большое количество людей, осталось порядка 400 человек. Со сменой команды, с новыми веяниями, сейчас уже больше 500 человек на этом предприятии. Имеются заказы, предприятия работают. То есть динамика положительная. На всех предприятиях нет упаднического настроения. У каждого есть в своей рынке сбыта, и процесс идет, сбыт идет. То есть работа продолжается. Ну, хорошо, смотрите, телезрители нас смотрят и говорят, ну, есть у каждого завода практически собственные. Потому что в государственной собственности у нас ничего не осталось, мы в свое время все приватизировали. А когда чиновники вообще-то тут при чем? Потому что мы сегодня говорим, чиновники, да вы нам лучше не мешайте предпринимателям. То есть каким образом сегодня могут власти, края, городов вмешиваться и помогать? То есть в чем предприниматели должны от вас видеть отдачу? Очень хороший вопрос. Если немножко в предысторию уйти, к советским временам, когда у нас была плановая экономика. То есть мы планировали пятилетки. Ну, бывшая, Савковская. Тема хорошая, на самом деле. Тема очень хорошая, планирование, оно само по себе очень хорошее, но оно имеет ряд недостатков. Во-первых, было отсутствие частной собственности, отсутствие конкуренции. Ну, это все ничье как бы, да, все ничье, мне какая разница, будет меньше, будет меньше. Это было государственное, и самое важное то, что было, что не было конкуренции, а конкуренция рождает качество продукта. То есть не было нормальной высококачественной продукции. Но управлять было просто, потому что это плановая экономика. Если переходить уже к формации нашей, когда существует частный сектор, здесь, конечно, другие подходы управления. Вот в этом инновации есть. Вот мы писали, когда стратегию. В общем-то, мы задались вопросом, как управлять экономикой, которая находится в частных руках. Можно управлять. Существует определенный программ на... Можно я к вопросу все-таки вернусь? Вот вы правильно отвечаете на вопрос, а все-таки вернусь. А вы чиновники, министры, губернации. Зачем? Вы для чего? Вы чем реально сейчас помогаете бизнесу? Мы принимаем нормативно правую базу таким образом, чтобы предприятия, те, которые входят в приоритет для экономики края, которые наиболее конкурентоспособны, чтобы мы им давали помощь. То есть где-то мы налоги, где-то снижаем, где-то еще что-то делаем, где-то быстрее документы оформляем. То есть пристальное внимание, грубо говоря, конкретным производствам, чтобы они двигались быстрее. Даже не конкретным производствам, а конкретным направлением. Да, это и снижение налогов. То есть это определенные льготы для предприятия, чтобы они могли модернизироваться, делать техническое перевооружение, принимать людей. То есть, конечно, в этом принимают люди. Министр сегодня доступен. Может ли любой промышленный, крупный промышленник позвонить сегодня, знает ли ваши телефоны? Потому что иной раз понятно, мы становимся, грубо говоря, большими чиновниками и забываем о том, что у нас есть курирующие отрасли. Вы знаете, звездной болезни нет. Был доступен как замминистра, так и доступен, как и министр. Любой руководитель, кстати, мой мобильный телефон есть у любого руководителя. Давайте корректно, не спрошу сейчас в эфире. Есть у любого руководителя и доступен в телефонном режиме. Любые вопросы можно... Мы когда с журналистами начинаем обсуждать тему, не только, наверное, журналистами, а вообще, насколько мы конкурентоспособны, чем Ставрополь вообще славится, чем оно известно. И, наверное, этот вопрос уместнее было бы сказать и к промышленному производству. А что у нас вообще производят? Именно что-то уникальное, интересное, то, чем мы можем конкурировать. Хорошее слово «конкуренция». Какие бы вы выбрали направления, выделили, и в чем видите вообще перспективу развития дальше? Вы знаете, вот многие не знают, в принципе, чем у нас славим промышленный комплекс Ставрополь. Я вам скажу, что мы выделили четыре отрасли, которые у нас сегодня конкуренты. Это химическая продажа минеральных удобрений. Это не Виномысск, в принципе, да? Это не Виномысский азот, это гидрометаллургический завод, город Лермонтов. В химическую отрасль также входит производство полиэтилена, полипропилена. Здесь наше конкурентное преимущество лучше всех. Здесь у нас очень сильная позиция. Это Буденовский, да, Ставролен. Который дальше получит развитие. Стекольная промышленность новая в течение последних пяти лет набрала обороты. Если раньше производили тарную продукцию, бутылки, которые пользовались большим спросом на юге России, теперь это листовое стекло. Кроме нас на юге России никто не производит. У нас развиваются сельские районы, да, получается, Красная Гвардия, Новоалександровск, да. Это Красная Гвардия, да, то есть селах построенные заводы, на самом деле. Да, и стоит уже вторая очередь по строительству этого завода, есть проект. То есть развивается этот мощный сегмент. Фармацевтика. У нас есть ключевые предприятия, ну, допустим, НПО ИСКОМ, которые производят инфузионные растворы, и они являются лидерами по производству на отечественном рынке. То есть для всей страны производят? Для всей страны. Больше 40% производят ИСКОМ, отечественных инфузионных растворов. И тоже имеется ряд проектов, которые будут дальше развивать эту структуру. Машиностроение. В машиностроении есть одна из подотраслений, она называется производство электротехнического, электронного и оптического оборудования. Мы выращиваем монокристаллы, мы являемся мировыми лидерами по продаже. Это зал монокристалл. Мы производим электрические счетчики, электронные счетчики электрического тока. Каждый второй счетчик продаваем в России, это наш, Ставропольский. Знаете, мне нравится, что вы говорите это с гордостью. Очень нравится. И на самом деле многих просвещаете. А можно я такой нескромный вопрос спрошу? А мы сами, Ставропольский край, вот из тех видов продуктов, которые вы перечислили, сами что-то закупаем, потому что иной раз приходишь на какое-то производство, и есть такие прецеденты, а нам говорят, вы знаете, мы тут производим, но у нас закупают все вокруг, кроме своего Ставропольского края. А к нам чуть ли там не из Иркутска приезжают. Вы имеете в виду для нужства Ставропольского края? Вообще для нужства Ставропольского края, да. Мы пользуемся потребностью своих производителей. Конечно, пользуемся и минеральными удобрениями, и стеклом, и парфюмерно-аэрозольной продукцией, то, что выпускает завод «Арнесс». Конечно, мы сами потребляем, пользуемся. Все-таки следующий год мы планируем и по уровню бюджетов. Мы видим, что, к примеру, в городах Ставропольского края мы принимаем дефицитные бюджеты. Мы видим, что происходят серьезные сокращения, мы понимаем, что жить нужно по расходам. И, конечно же, большое пристальное внимание к производствам, потому что там большое компактное проживание людей, работающих там, да, это их зарплата, в первую очередь, и налоги, которые поступают в бюджеты. Все-таки вот если еще раз все вот это резюмировать, вы новый человек, смотрите немного со стороны, чуть больше полномочий, понятно, что нужно ускорять, внедрять что-то новое. Но все-таки каким будет следующий год, на ваш взгляд, если так резюмировать наш разговор? Ну, следующий год, он, в принципе, очень интересен для промышленников, для экономики. Он интересен тем, что в 2009-2010 годах были заложены новые производства. То есть у нас сейчас начинается вторая волна индустриализации в Ставропольском крае. И вот эти новые производства уже в следующем году дают новые рабочие места, дают повышение зарплаты и отчисления в муниципальное образование, ну и улучшение жизни. Я думаю, следующий год будет очень хороший во всех смыслах и в экономическом плане. Оптимизма не теряете, кстати. Да нет. Ну и можно такой нескромный вопрос. Налоги-то не удастся вывести этим предпромышленникам и предпринимателям в другие субъекты? Ну, потому что самый больной момент на самом деле. Можно все что угодно в край привезти, но очень хочется, чтобы налоги остались в Невиномысске, в Ставрополь, в Буденовске, чтобы мы не вот куда-то там платили эти деньги. Одна из позиций и стратегии, которую мы прописываем для Ставропольского края, в принципе, это уход от зависимости вертикально-интегрированных структур или монстров. То есть по-человечески, на самом деле. Или монстров, которые у нас существуют. Находится тут монстр, плати налоги здесь, да? Да, я не буду называть предприятия. Находится монстр, огромные предприятия, которые должны быть прозрачны для Ставропольского края. Если она не прозрачна, у нас задача максимально развивать собственные, малые и средние предприятия, новые создавать, которым мы реально здесь на местах можем помочь максимально через те механизмы, которые у нас есть. То есть мы здесь и так по-русски не просто так приехали, построили огромные супергиганты и налоги вывели. А давайте мы лучше своим маленьким поможем, сделаем их большими, потому что это будут наши, и мы их проконтролируем. Совершенно правильно. Даже если приезжают гиганты, они должны стать нашими, они регистрируются у нас в Ставропольском крае, становятся на учет налоговой инспекции абсолютно принципиальной и платят налоги здесь. Только таким образом они заходят и работают. Ну что же, честно, достаточно оптимистично. Спасибо, что прояснили немного ситуацию. Спасибо за мнение и внимание в программе, тоже всем телезрителям. Крупным планом о людях, явлениях, событиях мы говорим каждый вторник и четверг в 19.45. Присоединяйтесь, ну а на сегодня удачного дня. Присоединяйтесь, ну а на сегодня удачного дня.